Юля, очень много говорят в последнее время об усилении Пригожина и о том, что у него есть чрезвычайно соблазн в условиях расшатывающейся власти, потому что мы видим, что государственные институты не просто парализованы, а фактически уже не работают. Говорят о том, что Пригожина специально некие силы усиляют, раскачивают, и он может быть тем человеком, который будет иметь отношение, скажем, к передаче власти от Путина к кому-то еще. Давайте сразу, устроят военный переворот. Ну, как-то так, да. Вы знаете, я тут не могу не отрекомендовать, потому что у нас только что кончился стрим с Владимиром Осечкиным, который, я могу сказать честно, к Осечкину перебежало три вагнеровца, которые рассказали ему, ну, там вот люди близкие к Пригожину там раньше перебегали к новой газете, но тут уже просто вот эти вот прекрасные люди рассказали ему очень много всяких интересных вещей. И, в частности, они, извините, что я несколько важных вещей скажу, которые я поняла из слов Осечкина. Во-первых, я впервые поняла, что из себя представляет группа Вагнера, и вот Роман сейчас оценит, потому что группа Вагнера, то есть сами ее материальные структуры создавались, конечно, на базе Минобороны. Это такой военный офшор, это всем очевидно, то есть типа я не я, лошадь не моя, мало ли кто там такое делает, а на самом деле это вот в чистом виде офшорка. Вот как какой-нибудь крупная нефтяная компания зарегистрирована на офшорке, так значит, это вот военная офшорка, зарегистрированная на имя Пригожина. Но служба безопасности Вагнера состоит из ФСБшников. Я цитирую Осечкина, они даже, говорит, опять же, его источники, они ведут себя как белая кость и говорят, но мы же в поле не воюем. Мне кажется, это совершенно потрясающее устройство, когда Путин пытается решать вот эту вот проблему, а он первоначально какую проблему решал, потому что он армии не доверял. И как бы сделать так, чтобы это и не армия, и вот еще что-то, и вот чтобы это ФСБшники контролировали, потому что вообще-то армии и ФСБшники друг друга, мягко говоря, не любят по вполне понятным причинам. Вот, это первое, что мне кажется чрезвычайно интересным. А второе, что чрезвычайно интересное, сказал Осечкин, это штука, которая называется контейнер. Дело в том, что у вагнеровца уже все-таки народ служит, скажем так, не очень добропорядочной и законопослушной. Тем более, что в такой структуре, которая находится по ту сторону закона, ну, вообще собираются специфические люди и задачи, соответственно, специфические. Значит, как же наказывать тех людей, которые не соблюдают внутренний распорядок? Как же нельзя сдать на ГОПТ-ахту, как в армии, и устроить там военный суд? Ну, их сажают в контейнер, настоящий контейнер, физический контейнер, вот морской. И дальше делают с ними там разные интересные вещи, которые Осечкин рассказывал. Причем я специально уточнила, а Владимир, говорю, а вот помните, новая газета публиковала видео, где в Сирии отрезали голову какому-то сирийцу, и долго его пинали, и голову отрезали, и потом, значит, все это еще утекло в сеть. Вот за это кого-то в контейнер посадили? Нет, говорит Осечкин, за это в контейнер не сажают. Это не является той вещью, за которую, соответственно, в ЧВК наказывают. Так вот, значит, вот этот военный офшор, и заметьте, что два человека, которые вдруг стали очень громкие в российской политике, это Кадыров, но он всегда был громкий, но сейчас как-то очень прислушиваются к нему. И это Пригожин, они оба, у них что общее? Они оба имеют частные армии. То есть вот это тот случай, когда в стране насилие, насилие. Ну, то есть, как мы уже сказали, не совсем, конечно, Вагнер частная. Это довольно смешно называть частной армией. Нечто, что наступает при поддержке, пытается наступать у Бахмуси, при поддержке всей, какая имеется российская артиллерия, туда стянутая. То есть это мне немножко напоминает, знаете, как колхозники сажали картошку, что картошка растет на собственном поле, но удобрение стянуто у государства, лопата стянута у государства, трактор пригнали с государства, пестицид с государства, а картошка своя. Вот такой степени, значит, Вагнер частный. Я бы пока не заходила, как ни странно, далеко, потому что мне кажется, что сейчас немножечко wishful thinking, ну вот что говорят, людям очень хочется, чтобы что-то с Путиным произошло, даже если его сменят, там, вот у нас Невзлин говорил, что будет военный переворот, и там членами хонты будут Вагнер, Пригожин, Суровикин и Золотов. Соответственно, я пока вижу только, что все эти люди грызутся под Путиным, а не против Путина. Но что господин Пригожин человек чистолюбивый, и вот обратите внимание, как он раньше вообще отрицал, я не я, Вагнер не мой, и тут вдруг посыпались эти пленки, эти видео, эти заявления лично Пригожина, но это же же неспроста, конечно. Спасибо, Юля. Роман, к вам такой вопрос. А как это технически осуществляется? Смотрите, есть Суровикин со своими чмобиками из армии, есть Пригожин со своей частной армией, есть Кадыров со своей частной армией, а кто ими командует непосредственно во время военных действий? Как вот эта координация осуществляется? Это довольно-таки сложно. Ставятся задачи каждым из этих командиров своим подразделениям, но они где-то, допустим, с Суровикиным на уровне штабов контактируют и разводят направление. Но, допустим, Пригожин, и мы видим пригожинцев и частников, так называемых токов в районе Бахмута, но туда сильно в этих боях не участвуют основные силы, линейные российской армии. То есть между Пригожинцами и российской армией есть территориальные разграничения. Определенная территория и все. Везде на остальных позициях это уже армейская линейная часть занимается. Ну а с Кадыровцами там все вообще просто. Это все-таки нацгвардия, у них в основном полицейские функции, они их выполняют. Они в режиме загранотрядов используются, либо в режиме участников фильтровальных мероприятий. И не более того. Потому с Пригожином территориально, а с Кадыровым функционально есть разграничения между внутри армейских подразделениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok